Почему в Наринмаре нет химчистки? Этот вопрос зрители Севера задали в рамках проведения публичного опроса на страничке телеканала ВКонтакте. За разъяснениями, наша съемочная группа отправилась в городское предприятие КБОБО, которое ранее предоставляло услуги химчистке, но 9 лет назад данную деятельность остановила. Ждать ли возрождения или так и придется жителям округа вывозить вещи для химчистки, за пределы региона узнала Наталья Кислякова. Химчистка комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию отработала в Наринмаре всего 7 лет, до 2010 года. Причина закрытия – устаревшее оборудование и убыточная деятельность. Впрочем, химчистка может появиться вновь. Для этого, по словам специалистов комбината, необходимо закупить современное оборудование. Сейчас КБИБО предоставляет лишь услуги прачечной. Сейчас работаем над тем, чтобы закупить эти машины, профессиональные стиральные машины, машина-сушка. И тогда уже при помощи современной химии, современных чистящих, моющих средств, уже можно будет что-то, какие-то, я скажу, что не в полной мере, не в полный ассортимент всех тех работ, которые можно делать химчисткой. Но, всяком случае, начнем работать. Не так давно в нашем городе появилась химчистка мягкой мебели. Специалисты работают на дому, занимаются очисткой ковров, диванов, кресел и даже автомобильных салонов. В планах у руководителей и химчистка вещевых изделий. Василий Сметанин признается, для расширения функционала необходим спрос на данное направление. Самое главное – не загибать цену, качество, что у нас сейчас успешно получается. И клиентов достаточно много. Возможно, если будет дальше спрос, будет химчистка одежды. Пока смотрим, есть спрос, нет. Для того, чтобы изучить спрос, сотрудники фирмы на своей официальной странице ВКонтакте проводят публичный опрос. По его результатам, отмечает Василий Сметанин, и будет принято решение о том, нужна ли горожанам химчистка.